По словам Андрея Юрьевича Бочкарева, с момента начала программы в 2017 году уже было построено 4,3 миллиона квадратных метров. В феврале продажи квартир и апартаментов в Москве и области упали аж на 14% к январю. Новый спортивный хав откроется в мае в Солариево парке от группы компаний ПИК. Также столичные власти подвели на этой неделе и другие строительные итоги. Привет, друзья! С вами очередной выпуск новостей недвижимости на канале «Хочу квартиру». И я, Никита Журавлев, рассказываю вам все, что происходит в мире недвижимости, чтобы вы были в курсе и держали руку на пульсе. Не успели отгреметь новогодние корпоративы, как улицы городов наполнились тюльпанами. Дорогие девчонки, девчата, женщины, наши любимые, с 8 марта всех вас! И спасибо, что вы нас смотрите. По мне так праздник праздником, а работать нужно, товарищи. Закончилась череда постновогодних праздников, и рынок недвижимости выходит на полноценный деловой сезон. Весенний период дома теперь будет насыщенный, продуктивный и, я надеюсь, богатый на события на московском рынке недвижимости. Но не только день весны стал поводом для улыбок на этой неделе. В начале марта ровно год исполнился с момента полного запуска всех 31 станций БКЛ. Все они появились посреди плотной городской застройки, поэтому сразу стали пользоваться огромной популярностью у москвичей. Сегодня по кольцу ежедневно проезжает больше 1,3 миллионов пассажиров. Я вот тоже гоняю на метро и очень этому доволен, пересев с железного коня на общественный транспорт. А скоро появятся ваши любимые самокатчики. Запуск мегапроекта позволил не только перераспределить потоки людей, но и дал старт строительству новых веток метро. Их перечислил Андрей Бочкарев, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Это уже запущенная Некрасовка, Некрасовская линия, а также новая Троицкая, Рублева, Архангельская и Берелевская ветка. Ну а чтобы возможность прикоснуться к истории кольца была даже у тех, кто редко ездит на метро, на Чистопрудном бульваре открылась тематическая фотовыставка ГОЦБКЛ. На ней собраны фотографии строительства линии интерьеров ее станции. Причем дизайн шести выбрали на международных конкурсах. Поэтому получилось очень интересно. Выставка проработает под открытым небом до 15 марта. Так что поторопитесь, погода хорошая, можно и прогуляться. Также столичные власти подвели на этой неделе и другие строительные итоги. Например, по реновациям. По словам Андрея Юрьевича Бочкарева, с момента начала программы в 2017 году уже было построено 4,3 миллиона квадратных метров. Почти столько же строится и проектируется. В прошлый раз мы уже говорили, что программа идет пока очень небыстро и в новые дома переехали только 130 тысяч человек. Но власти обещают ускориться и построить к десятилетию реновации жилья еще на 350 тысяч москвичей. А вот, собственно, и цели, которые чиновники изначально преследовали при старте программы реновации. Правительство Москвы хочет стать самым крупным девелопером на столичном рынке. И обогнав по объему даже ввода по объему. Пик. Глава департамента строительства Рафик Загрудинов сообщил об этом вполне открыто. Программу реновации сделают самоокупаемой за 5 лет. Все просто. Если в 2024 году ее бюджет равен 162 миллиардам рублей, то 25 и 26 уже 369 и 444 миллиарда соответственно. Логично, что темпы ввода реновации к 2026 году минимум вырастут до 3,5 миллионов квадратов. Часть квартир пойдут бывшим собственникам хрущевок, а объем не менее 1,3 миллиона квадратных метров поступит в свободную продажу. Но через торги, как сейчас это делается. И пик со своим рекордом в 1,1 миллион квадратных метров останется далеко позади. Верим, надеемся и ждем. Как говорится, Москва не сразу строилась, дорогие друзья. Не будем оригинальны, если скажем, что и без программы реновации в Москве огромная конкуренция среди застройщиков. Какие только фишки не делали они в своих проектах. Вот, например, Кортрос решил продвигать разумное потребление. В своем новом ЖК Ультима Сити он задумал сделать мини-огород и теплицу для выращивания овощей. По-моему, очень мило происходит все это дело. Особенно с учетом того, что будет здесь масштабное зеленение, амфитеатр и беседка для мастер-классов, а также разные детские площадки спортивные. Кстати, отличный опыт и эксперимент. Во многих странах мира такие жилые комплексы с огородами не редкость. Теперь будем и у нас. Но я уже такие видел в Тюмени в проектах группы компания «Страна». Довольно забавно получилось. Вообще говоря, некоторые девелоперы стараются пойти еще дальше и создают проекты, которые становятся знаковыми для своих районов. Как в случае с новым домом в Покровско-Стрешнево, чью архитектуру высоко оценил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание с динамичным волнообразным фасадом на месте бывшей промзоны по проекту «Спич» и «Гафа» строит МРГУ. Хорошо, когда радоваться новому дому могут и не только его жители, но и все вокруг. Кстати, напишите в комментариях, насколько важен для вас такой архитектурный вау-эффект. Что точно важно, так это свое здоровье. Для тех, кто любит оставаться в форме, в Москве построят 14 новых спортивных сооружений в этом году. Это разные дворцы спорта и фоки. Особняком среди них стоят новые спортивные хабы, которые откроются в мае в Солариево парке от группы компании «Пик». Одновременно сразу 100 человек смогут заниматься здесь баскетболом, футболом, волейболом и прочими воркаутами. Не обойдут стороной и скейтеров, для которых обустроят здесь специальные бетонные чаши. Чувствую, летом на этой площадке будет очень шумно. Надо будет, кстати, самому загонять туда и поглядеть, что там как. Говоря о конкуренции, мы точно не лукавили. Только поглядите, сколько в этот раз новостей новых проектов. Начнем сверху, а точнее с люкса. С длюкса. Буквально напротив Кремля на Садонической набережной 69 совсем скоро появится новый премиальный жилой комплекс «Балчик Эстейт». Получила соответствующее ГПЗУ. Свой первый премиальный проект на «Якиманке» представила также дочка Пика компания «Мона». В проекте «Моноками» в Пыжевском переулке 5 будет 4 корпуса и 75 лотов. Давно ничего интересного не было в этой локации. Она действительно очень интересная, я там недалеко живу. Чего не скажешь про «Хамовники». Многие, наверное, обращали внимание, что у некоторых там сразу несколько проектов, которые, по идее, должны конкурировать друг с другом. Ну вот, например, у «Левел Групп» было сразу три, буквально в паре кварталов друг от друга. В компании, видимо, решили упростить себе задачу и избавиться от одного из них. А может быть, деньги понадобились для выхода в новый регион Петербург и Сочи, например. Об этом, кстати, заявил в интервью «Домостям» глава «Левел Групп» Кирилл Игнахин. Как бы то ни было, теперь все права на застройку бывшей промки на Большом Савинском 9 у Дмитрия Черемыхина, который был ранее словладельцем площадки. Ну а Ганс все же добился официального перевода своего «Космо-422» из апартаментов в жилье. Слухи об этом ходили уже давно, но вот теперь официально. Ценник еще не поднимали, но, думаю, летом взлетит, и они же в конце года уже сдаются. Так что инвесторам рекомендую обратить внимание. Из новостей жилья классом пониже «Сити-21 век» согласовал строительство нескольких многоэтажек рядом с Черемушинским рынком на юго-западе. А «Брусники» разрешили начать строить высотки сразу до 29 этажей в огородном проезде. Это уже на севере. В свою очередь «Колди» запустил предварительное бронирование квартир в новом комплексе «Дом 7 Даниловский». А «Гранель» в «Тринити-3». А основа уже начала продажа в «Эвапарк» «Сокольники». Кстати, за студию просят на 7,8 миллионов рублей. За 9,65 миллионов можно купить квартиру в квартале «Ситизен» от «МР Групп». Цены стартовые, поэтому очень скоро, надо полагать, вырастут. А между тем цены на жилье в Москве постепенно пошли вниз. В «Бест-Новострое» поспешили обрадовать. Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы откатилась в феврале ниже 500 тысяч рублей. В компании называют эту планку психологической. Ну не знаю, у нас глаз и от 497 чуть-чуть поддергивается. Дергается он, видимо, и у Эльвиры Набиулиной, которая опять обвинила рынок новостроек в перегреве. По словам главы Центробанка, ипотечный портфель банков вырос в прошлом году сразу на 35%. Это насторожило регулятора. Что ж, рынок новостроек, кажется, начинает охлаждаться. Причем довольно резко. Все так долго ждали этого. И вот первые цветочки. Поступили свежие данные по продажам новостроек за февраль месяц. В феврале продажи квартир и апартаментов в Москве и области упали аж на 14% к январю. Правда, тут надо учесть, что тогда еще регистрировались некоторые сделки в январе, имеется в виду, 23 года. Больше всего на 39, давайте 40%, рухнули продажи в Новой Москве. Где рынок сильно зависит от ипотеки. Ее выдача ипотеки упала в феврале почти на четверть. Если раньше доля ипотеки была почти 80-85%, а в январе она снизилась до 70%, то в феврале она составила 53%. Это, похоже, начало чего-то интересного, дорогие друзья. Так мало не было с июня 2022 года. Но, судя по всему, это не предел. Хотя бы потому, что сами лимиты на льготную ипотеку уже почти закончились. Во всяком случае, в Дом.РФ успели сообщить, что они выбрали 90%, а некоторые игроки даже перевыполнили план, так что возможно, что заявки скоро и вовсе перестанут принимать. Напомню, что льготная ипотека заканчивается 1 июля 2024 года. А президент предложил продлить семейную ипотеку до 30-го года по 6% для семей с детьми в возрасте до 6 лет, включительно и лимитом 6 миллионов в регионах. Как посмеялся Сергей Смирнов, что это выглядит как число дьявола. 6-6-6. Ну, а лимиты в Санкт-Петербурге и в Москве оставились 12 миллионов. Вообще, правительство сейчас колдует под новые ипотечные программы для разных слоев населения. Звучат такие предложения, как льготная ипотека для учителей, для участников СВО и многое другое. Много инициатив. Но я, как многодетный отец, жду особых вариантов для многодетных семей. И вот тут прозвучала такая инициатива. Ставку по семейной ипотеке измерять в детях. Математика проста. Первый ребенок не считается. За второго процент по кредиту уменьшается на один пункт, до 5%. За третьего еще один пункт, до 4%. Ну а все последующие тоже ничего не влияют. То есть, ставки по семейной ипотеке может составить от 4 до 6%. Как заявили в Дом.РФ, инициативу планируется рассмотреть на заседание рабочей группы. Сейчас в программе могут участвовать семьи с двумя и более детьми. Если первый рожден до 2018 года. Либо те, у кого только один ребенок, который появился на свет с 2018 года по 2023 год. Скидку предлагается распространить только на новые займы. Ожидается, что с ее помощью семьи смогут приобрести более просторное жилье на льготных условиях. А это, в свою очередь, должно стимулировать рождаемость. Правда, требования к метражу квартир пока ни слова. Ну, еще не вечер. В общем, фраза «когда родишь, тогда поймешь» обретает новые смыслы. Все жонглируют, жонглируют, но посмотрим, что будет на выходе. Ждать уже недолго, уже, думаю, в конце мая что-нибудь да выкатят. В свою очередь, глава Сбера, Герман Греф, поспешил оправдаться за комиссией для застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Сетовал он на то, что ипотека стала совсем уж невыгодна для банков, а новым оброком для застройщиков назвал временной мерой. Сколько еще продержится в своем упорстве зеленый банк, мы не знаем, но вот ВТБ уже включила заднюю и отменила дополнительные комиссии с 28 февраля. Такие вот качели. Впрочем, отмена тоже может быть временной, потому что в банке назвали ситуацию на рынке подвижной. Но ни одной ипотекой и ее ограничениями заняты умы товарищей из ЦБ. На днях в СМИ просочилась информация об их желании вести поправки в закон о долевом строительстве. Угу. Власти готовятся убрать возможность хранить деньги и дольщиков на аккредитивах вместо защищенных из кровщитов. Вот так и прикроют последние лазейки для нерадивых застройщиков. Российские застройщики неожиданно, надо признаться, заинтересовались и американские власти. В конце февраля они поместили в санкционный список группу ПИК вместе с ее акционером Сергеем Гордеевым. Как это скажется на ее бизнесе, не очень понятно, но в компании уже поспешили заверить, что все ок, никаких проблем. Одновременно свои санкции вела и Канада, но уже против Андрея Молчанова, основного акционера ЛСР. С тех пор ее акции подскочили в цене на 30%, дорогие друзья, 30%. А спустя две недели компания объявила об уходе господина Молчанова с поста генерального директора и совета директоров. Ее место займет финансовый директор Дмитрий Кутузов. Понятно, что это формальность. Хотя, может, и не так, а может и так. А может, 53-летний миллиардер просто решил взять паузу и отдохнуть где-нибудь на яхте под ярким солнцем Дубая. Может, Сергею Юрьевичу Полонскому решил на пенсию сгонять и отдохнуть. И еще из плохих новостей Seven Sands недвижимость банкрот, сообщила у себя в Телеграм-канале Кристина Бойко и выложила постановление суда. О канал о новостройках Олеся Грузинская подробно рассказала в своем сюжете про проекты Seven Sands. И почему в данных проектах покупать квартиры опасно, мягко говоря. Вот такие у нас для вас новости. Если вам формат дайджест заходит, то ставьте лайк. А я напоминаю, что мы делаем дайджест новостей два раза в месяц. И если у вас есть что рассказать, то пишите в комментариях. Мы обязательно отреагируем. Спасибо и до новых встреч. Пока.